Привет, я Полина, и сегодня в нашей постоянной рубрике «Диванный эксперт» врываемся к вам, да и к себе, на кухне, распахиваем шкафчики, качаем головой, несколько раз цокаем языком и избавляемся от всего, что делает нашу кухню вечно захламленной. Не забывайте подписываться на наш канал, а еще приготовьтесь писать под этим видео комментарии. Будет конкурс! Хлебопечка, гриль, тостер, яйцеварки, йогуртницы и другие гаджеты, которые вы крайне редко используете. Знаю, я тоже обещаю себе из года в год научиться печь хлеб или делать блинчики, но все заканчивается походом по друзьям на Масленицу, а хлеб у меня свежий раз в две недели, и, конечно же, из ближайшего магазина, так как мне часто просто некогда. Не призываю вас огульно выбрасывать все гаджеты, но давайте трезво оценим наш образ жизни, наши привычки и хобби. И если кулинарии среди них нет, а тостер грустно стоит в шкафу три года, давайте признаем, что любовь к начинаниям уже умерла, и пора передать вещь в руки нового владельца. Я отдаю друзьям или продаю на сайтах с поддержанными вещами. Далее под раздачу попадает так себе посуда. Треснутые кружки – плохая примета. Разномастные тарелки – ну, если только вы не подбирали их специально для интересных сервировок. Еще кружки с сомнительными принтами и столовые приборы, которых хватит на всех участников целого ансамбля. Уверена, что на 99% кухонь страны можем найти такое. Все это занимает место, создает ощущение давления вещами на нас, просто сбивает с толку. Зачем мне покупать новые кружки, если вон их целый десяток стоит где-то там в шкафу? Прямо сейчас ставьте видео на паузу и разберите эту категорию. Удивитесь, чего только не найдете. А вот, кстати, и задание для нашего розыгрыша. Напишите в комментариях про самый смешной или неожиданный предмет, который вы или ваши знакомые находили при расхламлении квартиры. Я лично выберу самый интересный комментарий и подарю победителю вот такой набор для кухни. Кстати, к лишнему относятся и посуда из стекла. Такие вещи часто дарят, они участвуют в акциях продуктовых магазинов, да и мы ненароком набираем лишнего. Так что прикиньте, сколько максимально у вас собиралось гостей за последние 5 лет? Вот больше вряд ли будет. Поэтому ненужное, поцарапанное и просто выбивающееся по стелю можно сдать в переработку или продать на специальных сайтах. Переходим к продуктам. Разберите специи в доме, проверьте наличие насекомых, обратите внимание на сроки годности. Основные специи лучше пересыпать в специальные емкости – стеклянные, пластиковые или жестяные. Если хранить в открытых пакетиках, есть шанс, что приправы выдохнутся. А еще храните специи в одном месте и регулярно проводите ревизию. Открываем холодильник, вздыхаем и честно признаемся себе. Будем мы есть те 100 банок закруток и варенья, которые там стоят, или нет? В первом случае назначаем себе срок поглощения, как бы срок годности. По истечению утилизируем. Выходит, было пустое обещание. Если съели – молодцы. Только не забудьте, банки не выбрасываем. Возвращаем создателю заготовок или сдаем в переработку. Теперь смотрим на кухонную утварь. Я использую правила минималистов. Не дублируем одинаковую посуду для готовки. Например, одна сковорода маленькая, вторая большая и глубокая, другая блинная. Надо купить новую сковородку, от старой избавляемся. Тоже с пятью венчиками, лопатками и ножами. Зачем такое количество одинаковых вещей? Если у вас не семья из 10 человек, где все по кругу готовят, или, не дай бог, вы на всех по кругу готовите, то поверьте, на случай, если во время готовки вам понадобится размешать другое блюдо лопаткой, ну, помойте вы ее быстро в раковине, и все. На закуску мое любимое – полотенце. Причем не только кухонные, но и тряпочки, губочки, щеточки. Полотенца должны быть опрятными и в одном стиле. Не забывайте их менять хотя бы несколько раз в неделю. А вот предметы для уборки лучше прятать в секцию внутри раковины или специальный отсек под ней, и обязательно часто менять. Не экологично, но для здоровья полезно. С расслаблением кухни на сегодня закончили. Вы молодцы, хорошо поработали. Я буду ждать ваши комментарии под этим видео. Пока!